Здравствуйте, это Укрлая Судмила Немирия, мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гейтман. Мы очень рады, что сегодня с нами на связи Кирилл Сазонов. Кирилл, здравствуйте, вам спасибо огромное, что нашли время сегодня поговорить с нами. Рады и бачить, идуже. Здравствуйте, рад вас видеть. Спасибо. Кирилл, у нас есть хорошая традиция. Пожалуйста, вначале мы должны просто сказать нашим зрителям, которые захотят поддержать вас в помощи покупки машины для вашего соединения, пожалуйста, скажите несколько слов, но есть же у нас такая хорошая традиция, а наши зрители увидят, куда можно отправлять свою помощь. Спасибо, я вам сбросил реквизиты. Да, действительно, берем новую машинку, ребята уже подобрали, потому что по Буэракам и по этим самым все-таки на легком транспорте, который у меня ездить очень тяжело, а машина иногда критично необходима. Фактически машина это по братьям, который должен быть надежным, мощным, сильным. Мы чиним, их обстреливают, взрывают, они изнашиваются. В общем, это, конечно, для них тяжело тоже, ну и для нас тоже, в общем-то, не очень легко. Вот так и живем. Ну, более тяжелый транспорт ребята подобрали уже, его надо чинить, его надо тоже делать. Так вот и вот это. Все реквизиты тем, кто хочет помочь, вы можете увидеть под интервью с Кириллом. Кирилл, я постоянно читаю то, что вы пишете у себя на Фейсбуке, в Телеграм-канале, и я знаю, что вы на Востоке, мы больше не будем уточнять где, и я читала, что у вас неспокойная была ночь. Давайте немножко о том, что на фронтах происходит, что у вас там. На самом деле складывается впечатление, что враг действительно концентрирует все усилия сейчас именно на Востоке. Безусловно, жарко и на Топорожском направлении, очень жарко у пацанов на Крымках, насколько я знаю от побратимов. На Купинском мы были, но мы им там устроили немножко от кромешной, и главком Сырский отметил, что там у нас есть определенные тактические преимущества при службе уже направлений, при службе генштаба, потом, когда будет нужно, раскроют подробности, как это было, как мы работали, и кто и сколько там получил своих украинских подарков. Сырский отмечал главком, что действительно самая тяжелая ситуация, самая напряженная, но контролируемая ситуация именно здесь, на Востоке, на Донецком направлении. Часик они штурмуют постоянно, лезут туда, и у них, насколько мне известно, кроме обычных подразделений, там хватает элитных десантуры, уже с боевым опытом таких прожженных бойцов, хватает техники, хватает БК, летает постоянно и дронов очень много, и обстрелы, и ракеты, и кап здесь сбрасывали, и бомбы. В общем, лезут они на Часовьяр очень активно, это, в принципе, очевидно, потому что как-то вылазить из этой ситуации им придется, и захватить как минимум Донецкую область, как они называют это, освободить, хотя реально, мы говорим, мы видели это по Хмуту, по Солидару, по Авдеевке, реально они заходят в разрушенный город, который сравняли с землей. Но такая у них цель, чтобы оправдать свою так называемую СВО, это захватить весь Донбасс, что, в принципе, не отменяет главной цели России, о которой, опять-таки, говорят и наши политики, и военно-политические руководства, и аналитики, все, кто внимательно следит, что конечная цель все-таки уничтожить всю Украину. Донбасса им мало, и тот, кто в 2014 году верил, что отдать Путину Донбасс и Крым, это прекратить войну, тот очень ошибался. План у них был вообще гораздо более масштабный Путин, диктатор, у которого есть все, власть, деньги, любая прихоть, он хотел места в истории, он хотел места в страничку в учебнике истории, яркую, как великий победоносец, захватчик, собиратель земель, возродивший империю. Поэтому он планировал, безусловно, что вся Украина будет захвачена в течение недели-двух, без сопротивления, как Крым. И после этого здесь будет мобилизация, и военный ресурс, и трофеи, в первую очередь люди, будут мобилизованы, и вся эта сила, вся эта большая, усиленная уже нами российская армия пойдет на Европу, вплоть до Берлина. Как альтернатива, возможно, был бы сценарий, что фактически войну Польши, трем странам Балтии, возможно, Румынии, Болгарии, вообще НАТО объявят Украину и Белоруссию, а Путин будет велик и мудр, который будет сейчас, как Си Цзинькинь, призывать к миру, забрасывать, конечно, оружие, все, фактически управлять всем, но реально, ну, как бы, до юра оставаться в стороне. Такие были сценарии, Украина этот сценарий сломала полностью. Как у нас шутили, планировали русские захватить Париж и Берлин, но на свою голову пошли через Мариуполь бахнутые Авдеевку, где и застряли. Со страшными потерями. И, естественно, теперь он просто, эта психология пожилого человека, он ненавидит Украину за то, что мы сломали его мечту, как он считает, его мечту войти в историю. Как он теперь в историю? Человек, развязавший войну, загнавший Россию в минуса, санкции, международная изоляция, бегство народу из страны, куча черных пакетов, идущих с Украины, из когда-то страны более или менее лояльной. То есть кто-то относился к России негативно уже давно, кто-то относился нормально. Теперь, наверное, 99,9% украинцев считают Россию врагом, россиян врагами. И это как минимум на десятилетия, если не навсегда. То есть все это Путин натворил, все его планы провалились. Если у него будет место в учебнике истории, даже в российских учебниках, причесанных и после цензуры, оно будет не очень ярким, не очень красивым. Он за это нас люто ненавидит, поэтому он старается стереть Украину с лица земли, полностью захватить, подавить, уничтожить. Мы это видим по обстрелам и Киева, и Львовской области, и Запорожья, и Николаева, Одессы, Харьков тем более, Харьковская область. То есть он не копален. Он бьет везде. Везде, чтобы Украину максимально, ну фактически, стереть с лица земли. Такая цель. Так что вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Где активно, где менее активно, где более активно будут боевые действия. Но целью оккупанта является вся страна. Кирилл, вот вы уже сказали, что, когда говорим о Часовом Яре, что там, в принципе, враг хорошо экипирован. Есть люди, есть дроны, есть все, что позволяет им наступать. А это вот у вас тоже читается это? Вот что говорят ваши побратимы? Насколько сейчас у врага улучшилась ситуация с оружием, с дронами? И насколько для нас это сейчас большая проблема? Насколько они более подготовлены? Почему она не лучше? У них больше снарядов, это да. У них больше ракетов, да. У них пока есть преимущество с авиацией. Пока есть. Хотя самолетопаты мы строили очень неплохой. И операция СБУ блестящая по нанесению удара сразу по трем аэродромам, по трем авиабазам, по нанесению ударов дальнобойными дронами. Мы вспоминаем, что СБУ и в Мочулищах тогда взрывало этот самолет. То есть наши спецслужбы его переигрывают. И переигрывают во многом и по дронам, и по наземным операциям. Наши дронщики творят просто чудеса. Ну вот подразделения операторов дронов становятся сейчас специальным родом войск. Но на самом деле дроны используют все. То есть РУПАГа это понятно. У нас в 41-й бригаде дронами занимается и разведка. Именно не только разведкой, а и ударами с помощью дронов. И Буар, Артанаша лучшая. И все работают достаточно классно, достаточно жестко. В принципе, это и определяет результаты по Купинскому направлению. Здесь немало им даем прикурить. То есть в принципе, как многие говорят об этом, что мы благодаря дронам, которые идут от государства, идут от Минобороны, идут от волонтеров, мы благодаря этим дронам во многом ситуацию поворачиваем в свою пользу, компенсируем недостаток снарядов, недостаток ракет. И даже недостаток дальнобойных ракет мы видим, как мы дронами перекрываем. И по Черному морю это видно, и по Крымскому мосту, и опять-таки по аэродромам по удару. Так что экипировка тоже у нас есть. То есть с 2022 годом не сравнить. Я получал последнее мое впечатление, зимнюю форму, я просто этот бау с трудом уволок, все. Это, конечно, не идеальная форма. Кто-то из пацанов покупает себе отдельно хорошую. Хорошая французская форма есть, очень хорошая американская. В общем, милитари в мире достаточно развиты. Если тебе не жалко денег, ты можешь купить все, что угодно. Зарплата здесь премии сотка с боевыми, так что можно себе позволить что-то. Я всю зиму отбегал в той форме, которая выдала сбройные силы Украины. Отличные и ботинки, и штаны зимние, и куртка, и шкура поверх куртки, против ветра, против дождя. То есть принципы экипировки у нас нормальны. Причем что радовало меня, что вся моя экипировка, она украинского производства. Вся одежда, вся экипировка. То есть наши научились делать, научились шить, научились свою армию обеспечивать самостоятельно. Это очень правильно. Ждем с нетерпением, когда точно так же у нас будет достаточно украинского производства снарядов, мин и всего прочего. Такая ситуация. Мотивация у нас по-прежнему выше. Как ты не учи наемника, как не готовь, он воюет за деньги. Мы воюем за свою страну, за свою землю. Мотивацию пацанов наших гораздо выше. И неважно, кто-то из Донецка у нас, кто-то из Мариуполя, кто-то из Персонской области, из Борислава, из того же. И кто-то из Днепра, Запорожья. У нас из разных. Это начиналось все как-то с одного района Киева, немножко Крымчан, немножко Голосеева. Там подразделение группа Гастомили, куча Гастомили и Эрпеня. Сейчас, конечно, много было пополнений, добровольцы, помобилизованные приходили. И у нас, если Гримм начинался как добровольцы, действительно, из нескольких ДФТГ, собранных из нескольких групп теробороны местных, то сейчас подразделение достаточно разное по географии, очень широкое. И все прекрасно понимают, хоть ты из Краматорска, хоть ты из Львова, ты защищаешь свой дом. Не в каком-то фигуральном смысле, а именно конкретно защищаешь свой дом, своих близких, потому что брак не остановится. То есть мы можем уйти из Часика, можем уйти из Донецка, теоретически, из Донбасса. И это не значит, что они остановятся на этих границах, скажут, все, всем спасибо, мы достигли, чего хотели. Нет, они полезут дальше, до туда, докуда смогут долезть. Смогут до Запорожья, полезут до Запорожья. Смогут до Днепра, полезут до Днепра. Но мы сейчас говорим уже с обратным знаком, потому что Харьковщина все-таки была освобождена в результате блестящей операции. Херсон был освобожден, тоже операция была проведена жестко, красиво. С одной стороны, подготовка к штурму отвлекла их от Харьковского направления. С другой стороны, риск оказаться в котле заставил их отступить. Точно так же, опять-таки, операция, которую, по-моему, руководил нынешний главком Сырский, точно так же освобождение Киевской области в свое время. Угроза оказаться в котле заставила их быстро бежать из-под Киева, забывая, и помните, сколько и трофеев захватили, и вещей, и потеряшек. То есть борьба идет сейчас такая. Но если мы будем слабыми, будем надеяться на то, что они удовольствуются малым кусочкам, то завтра постучат российским ботинком в двери твоей квартиры во Львове. Это все понимают, поэтому все держат оборудование здесь. Кирилл, все, без исключения, в Украине волнуются о количестве снарядов. И на фронте, в первую очередь, и, конечно, о ПВО. Вот Бильд написал, что в Украине закончились снаряды для патриотов и самти. Наши ответили, наши воздушные силы, и сказали, что да, это проблема, что наши союзники знают, и отказались как-то более глубоко комментировать этот вопрос, что понятно, да? Насколько на фронте ощущается эта нехватка снаряда? Вы уже сказали, что мы пытаемся дронами это компенсировать, но насколько это ощущается по-настоящему сейчас? На самом деле количество ракет, снарядов, всей номенклатуры, никто ее не скажет, ее и я не знаю, потому что это, естественно, военная тайна, наши ресурсы. Как никто не знает, и, опять-таки, я не знаю, сколько у нас людей, сколько у нас танков, сколько у нас всего. Конечно, нехватка ощущается, но нехватка, недостаточно снарядов. Их всегда недостаточно для решения всех задач, их всегда недостаточно. Как выражается Володя Крюгер, достаточно снарядов, это когда мы уничтожили последнего КАЦАПа на нашей земле, а снаряды еще остались. Это значит, их достаточно. Так, конечно, пять мин лучше, чем две. Хотя, опять-таки, про мины наши минометчики тоже компенсируют тем, что там, где задача решается за пять выстрелов, пять мин надо забросить, наши забрасывают две, все. Противника там больше нет. Также и арта работает достаточно точно. У нас просто ребята уже досвидшени такие, навчени, многие с техническим образованием, и воюют не со вчерашнего дня. И то пополнение, которое приходит, обучается именно у опытных профессионалов уже. Поэтому, да, результат достигается необходимым меньшим количеством снарядов. Но их нужно больше. Об этом говорит Зеленский, об этом говорит Минобороны, об этом говорят наши политики, наши представители державы, кто об этом должен говорить. Наверняка дипломаты и на закрытых встречах нам говорят. Нужно больше. Мы видим, что в США эта пауза затянувшаяся, очень не кстати. Выручит нас наверняка здорово чешская инициатива. Все-таки было 800 тысяч, сейчас речь идет о миллионе снарядов, которые уже в этом месяце будут у нас. Конечно, это важно. Хотя по тому, как складывают ситуации, ведь у Русни, у них дефицита снарядов вроде как нет. У них там бесконечные эти склады, бесконечные запасы советских времен. И тем не менее, даже они вынуждены играть по нашим правилам. Война становится войной дронов и войной РЭБа. Безусловно, это все при условии, что пацаны держат позиции в окопах на нуле. Мы держим свои позиции, чтобы оккупант не прошел. Они держат свои. И тогда начинается борьба дронов. Удары по ближним тылам, по дальним тылам, по складам с бэкап. Разведов, что наши разбомбили просто транспорт с личным составом, который не дошел до передовой. По их укреплениям они выжигаются. Да, так работают дроны при условии, что кто-то держит оборону жестко. И русские играют так же. Они тоже занимаются дронами очень активно, потому что да, это война дронов. Просто если мерить даже в деньгах, ну условно, вот условные берем цифры, чтобы сейчас не вспоминать, не компетизировать. Условно, танк стоит 100 миллионов долларов. Ракета, которая может поразить 1 миллион долларов. Снаряд стоит 5000 долларов. Дрон стоит 600 долларов. Два дрона с бомбочками и 100 миллионного танка нет. Или дрон стоит дороже. Ну и корабль в Черном море стоит гораздо дороже. Стоит его тяжелое в долгах. Поэтому просто экономически, ну, условно говоря, российский танк, который стоит 100 миллионов долларов, фундервафля, супер-супер, был уничтожен украинским дроном, который стоит 600 баксов. Весь мир, затаив дыхание, следит за борьбой двух экономических монстров. Так что, да, все это перенимают. Дроны дешевле, практичнее, гораздо точнее многих других альтернатив. Тем более, что, опять-таки, наши дронщики работают, ну, просто виртуозно. Ну, то есть, гранатой в люк танка уже не удивишь зрителя. Когда ставишь видео, ну да, ну что, подлетели, сбросили бомбочку в открытый люк танка или бэхи. Ну, это, блин, сложно, потому что оно все, ты летишь, они едут. Все не так просто, они отбиваются. Наши забрасывают уже очень активно бомбочки не сверху на блиндаж вражеский, хотя он выгорит. Они позамаскировали его хвоей под Купенском, она, солнышко вышло через несколько дней, горит просто чудесно. Но наши стараются, забрасывают в двери блиндажей. Вот открылся люк, высунулась мордочка, ловите, привет. И блиндаж выгорает, взрывается изнутри. Почему они не бегут в этом случае с позиции, потому что живого не остается. То есть виртуозная работа наших пилотов, как мы их называем, операторов дронов, там очень сложное название. Противник тоже учится, противник тоже завдает лопату. Вчера вечером много тут летало у нас дронов, тоже неплохо летают, тоже учатся, к сожалению. Перенимают опыт, то есть изображать противника тупым, ни на что не способным, это, к сожалению, ошибка. Ну, весь мир, затаив дыхание, смотрит, потому что вот эта война дронов и РЭП, она не воспринималась ни в одной военной доктрине, ни российская, ни натовская, ни отдельно военной доктрины США и Великобритании. Дроны были как вспомогательные. Даже наши пацаны говорят, что в 2014-го года, туда дроны, это было прикольно для разведки. Разведки. Артиллеристы использовали дроны? Ну, конечно. Но только для наведения арты. А сейчас все с них сбрасывают, все с ними работают. И разведка, ну, входит разведка в рейды, конечно, и в рейды входит, и в такую разведку для корректировки. Но по большей части разведчик это уже не измазанный грязью чувак в бронежилете, который пробегает 30 километров за ночь. Это улыбчивый, бородатый, худой, типичный айтишник с планшетом в руках, который ночью и днем прекрасно корректирует работу и говорит, кто где перемещается. Иногда дроны и у нас, и у противника работают настолько плотно, что, во-первых, рэбы уже не работают, потому что ты валишь своих и чужих, и россияне рэбы отключают. Во-вторых, ты в одиночку не сможешь никуда идти, чтобы тебя не было видно. То есть настолько плотный контроль. Мы за их позициями тоже очень внимательно смотрим. Насколько авиабомбы остаются большой проблемой? Ну, авиабомбы – это, простите, жопа. Это очень тяжелая, очень мощная штука. И, к сожалению, не только мы, к сожалению, это знают и гражданские. От авиабомбы тебя, наверное, не спасет никакой бункер, никакой блиндаж, как не зарывайся, если прилет достаточно точный. Мощность очень высокая, поэтому бороться с авиабомбами можно только до того, как она полетела в тебя. Ну, понятно, что здесь на позициях ты тоже. Она упадет не точно тебе на голову, не точно тебе на блиндаж. Значит, каждый метр, который ты зарылся в глубину – это твоя жизнь. Потому что упадет она где-то рядом, где точно ты не знаешь. Во-вторых, маскировка. Тебя не должны видеть. То есть и мобильные телефоны по количеству абонентов вычисляются, которые подключаются. Неаккуратность. То есть ты, ну, не можешь ты в степи, в лесу, в зеленке, в поле, где угодно, не можешь ты взять пачку сигарет с красными этими самыми, смять и выбросить. Тебя по этой пачке и найдут сразу. Или если ты сидишь неделю, пачку не выкидываешь. То есть вот так все просматривается? Прямо до таких деталей. Очень хорошее. Даже китайская оптика на дронах достаточно четко все показывает. А если ставить немецкие, то это можно прочитать то, что написано у тебя там в военном билете, когда ты это рассматриваешь, вычисляя срок дембеля. Так что, да, маскировка очень важна. Но авиабомбы надо глушить до того, как они летят. То есть глушить самолеты. Для этого нужны ракеты дальнобойные. Для этого опять-таки дроны, которые удар по аэродромам наносят. Удар, по-моему, по Морозовску когда был. Именно там сидят сушки, которые бьют по прифронтовым городам и по нашим позициям, и по городам возле линии фронта кабами. Их надо выносить. Выносить эти авиабазы, выносить эти самолеты. Для этого, да, дроны, ракеты дальнего действия, которые нам как-то со скрипом по каб, ну вот мы ждем-ждем. Для этого нужны будут F-16 с такими же бомбами и ракетами для запуска, которые будут избивать самолеты и глушить на аэродромах. То есть не давать им взлететь, не давать им запустить. Это самый реальный способ борьбы. Кирилл, я правильно понимаю, что теперь, когда они стали использовать эти авиабомбы, приходится строить совершенно другие укрепления, другие маскировки и закапываться намного глубже, чем раньше? Или нет? Или так всегда? То есть это ничего не поменяло? И глубже все равно не закопаешься? Ну, это с 2022 года первое, чем меня учили, что хочешь жить – копай. Хочешь сохранить ручки, ножки, голову – копай. Копай, копай, копай сразу. Перекуры, поесть, попить, попить, потом. Все потом, все равно копать. Ты вышел на позицию, взорваешься в землю, это твоя жизнь. Обстрел начнется в течение двух часов железно. Может, через 15 минут, может, через час, может, через два часа. И эта школа, она, в принципе, передается автомат. Это второе твое по важности, что у тебя есть, как у пехотинца, или у культуры, или у разведки. Первое – это лопата. Как ни крути. Сейчас, конечно, все опять-таки не 2022 год. Сейчас активно используется техника для рычага. Действительно, экскаватор нароет норок, траншей, изогнутых в теме за несколько часов больше, чем мы все с лопатами хоть выложим. Минобороны очень четко сейчас строят укрепления. Некоторые фотографии не разрешают даже публиковать без привязки к локации. Там по Сумской области, по Запорожской. Здесь тоже на разных участках, на границе, на линии фронта, на второй линии. Укрепления Минобороны строят уже очень жестко. Это гораздо лучше и практичнее, и надежнее, чем то, что бойцы выкопают сами. То, что подготовлено за спиной, что ты отошел на позиции, а не было того, что отошел и начал зарываться в землю опять. Минобороны сейчас им занимается очень плотно, Единштаб, ну и сами бригады тоже вкладывают силы, потому что это твоя жизнь, твоя линия обороны, твои рубежи. Но есть ситуации, допустим, тоже, и здесь недалеко. Когда делаешь позиции, ее выжигают. Враг настолько стрелотачивает огневую мощь, что ты обязан, ты вышел, ты сделал позицию и отошел в развалины, в развалинах забаррикадировались по-новому. Потому что по позиции начинают работать сразу и работают очень мощно. Такое есть. Это, опять-таки, грани в одни ворота. Это улица со встречным движением. Точно так же они роют позиции. Они всегда отличались очень неплохо, особенно на Востоке умением взорваться. И на Бахмуте, когда мы шли в контрнаступы и отбивали верховку, водохранилище, они действительно за час, за два зарывались на три этажа в землю, делали невероятный бункер. У них заходят копатели фактически безоружные и роют, роют, роют. Просто обычные люди, без всякой техники, просто роют лопатами? Это не обычные люди, это обычные рабы, я думаю, из местных, которых просто взяли зашивок и заставили копать, чтобы не рисковать. Они там выбили какую-то позицию, куда-то вышли, куда-то отошли, и пехота исчезает, появляются копатели. Их можно обстреливать, можно не обстреливать, заменить их опять на грибут новых. И, тем не менее, их позиции тоже мы выжигаем, вытравливаем по-всякому. То есть оружие позволяет это сделать. Тем не менее, как показывает опыт, что самая очень хорошая оборона, это глухая, в землю, на метры в землю уходишь, бетона побольше. Ребята сейчас делают интересные вещи, я не знаю, какие-то пластиковые укрепления, их еще не видел, вот только предлагают. Но сейчас просто тут немножко не до них. Бревна, бетон, заграждения, зубы дракона. Очень неплохо себя показывают мины, они тоже работают. И взять эти укрепления в лоб очень тяжело. Мы видели даже, не все, где успели, но даже по Авдеевке штурмы, они потери несли такие при этих штурмах, что их военкоры, их пропаганда просто сама была в ужасе. Как говорить о победе, как говорить о результате, о взятии Авдеевки, если там положили кучу народу. Надо, чтобы каждый метр украинской земли давался им именно так, чтобы они понимали, что наступление на украинскую территорию, это в девяти случаях из десяти смерть, один десятый убежит без ножек. Такие должны быть укрепления. Да, это много труда, это много сил, это дорого, но это лучше, чем зарываться самим, делать окопы, отстреливаться. То есть такая сейчас стратегия Минобороны, это я не раскрываю военную тайну, это не секрет, этим занимаются и занимаются правильно. Лучше было, если бы мы начали это делать в 1991 году на границах. Но никто и я не верили в то, что будет большая война с Россией. Это безумие полное, это невыгодно совершенно России. Они потеряли гораздо больше, чем приобрели. Ну, сосед сошел с ума с этим, ничего не поделали. Кирилл, вот в зоне военных действий, боевых, вот где идут бои, остаются гражданские лица и как они там выживают, если они есть? Или вот там, где идут бои, уже, собственно говоря, никого нет? Это кошмар, это просто кошмар. Это необъяснимо. И остаются гражданские, они остаются с детьми. Там, где прилетает, там, где завтра может быть все, что угодно. Ну, нельзя схватить человека за шиворот, запихать его в машину и вывезти подальше от линии фронта. Очень много стариков у них. Ну, вот та же Богдановка, Григорьевка, где сейчас самые жесткие бои под Бахмутом идут по направлению на часик. Мы стояли там еще осенью, по-моему. Тоже мы же общаемся, ну, как бы нормальные ребята, ну, как бы, мне хотят, что вот ты уже, там, за 60, бабушка, дедушка, ну, уезжайте, ну, 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 тут мы полезем вперед, или они полезут вперед, так или иначе здесь перемелют все. Ну, вот вам фотографии Солидара, посмотрите, вот Богдановка два километра от вас. А Марьенко, а Марьенко, правда, тоже. Марьенко, да. Вот смотрите, что происходит. Ну, а что, у меня восемь коз. Я всю жизнь строил этот домик свой. У меня тут два телевизора, стиральная машинка. У меня тут все. Если я уеду, уже возвращаться будет некуда. Прилетит в него, не прилетит, но останусь как-то будет. Вот так, старики. А есть семьи с детьми, ну, слава Богу, сейчас вроде пошли наши, ну, демократическая страна не может себе позволить массу вещей. Но сейчас уже объявлено, ну, наверное, как там, наверное, принудительные эвакуации там и по Харьковской области есть, и по ряду городов, наверное, здесь будет. Потому что, ну, нельзя оставаться с детьми в пяти километрах от линии разгончения. Вот чтобы до такого бреда доходило. Вот я не помню, сейчас точно не скажу, где это было. По-моему, тоже Бахмут, когда бои шли уже на улицах, за каждую улицу, за каждый дом. И у нас ребята занимаются эвакуацией. То есть одна группа заняла позиции и держит, а остальные уходят. Уйти могут не все, потому что кто-то ранен, кто-то контужен. У кого-то столько с собой, опять-таки, груза. У того же пулеметчика, у того же медика, и он не бросит рюкзак. И мы бусиком забираем пацанов. Вот на соседней улице идет бой, в квартале отсюда, где мы забрали пацанов с боя. Их из окон, из развалин прикрывает другая группа. Мы проезжаем один квартал, соседняя улица, и мы забираем последнюю группу из своих. На соседней улице через квартал волонтеры раздают крупу, воду, масло. Ребята, вы что, ну, вы обезумели? Центурным языком. Русские в квартале отсюда идет бой. Они сейчас будут здесь. Может быть, через пять минут, может, через час. Вот они в квартале. Вы что, стрельбы не дослышали? Но тут постоянно стрельба. Болеть, как на соседней улице? Все. А люди стоят в очереди за гуманитаркой. Люди с той же улицы, они видят, что бой идет в 100-150 метрах. Стрелковый бой на улице. Не пришли в очереди за гуманитаркой. То есть народ остается, и вот как-то тоже, то ли есть ждуны, это правда. Те, кто ждут русских, вы видите, да? Как-то воно добудем, как-то пересидим. Кто-то просто уже говорит, куда я поеду. Немобильный народ. Это вот тяжело решиться, уехать. Тяжело поверить, что вот все это будет. Да, это шок во многом. Люди живут под самой линией фронта. Кирилл, теперь тема, наверное, такая очень болезненная, но для Харькова так точно. Вот в последнее время все говорят о том, что ожидается какое-то большое наступление, вы тоже об этом читаете постоянно. Но исходя из того, что вот вы сейчас сказали, как все это просматривается даже на линии фронта, на линии, где идут непосредственные столкновения, ну невозможно же просто подготовить какую-то большую ударную группу, которая пойдет в наступление и где-то будет осуществлять параллельность. Вот этим наступлением на Харьков, это и все. Мы уже специально, уже президент Зеленский об этом заявил, уже комендант Харькова заявил. Центр дезинформации про РНБО подробно Коваленко разобрал все это. Уже, по-моему, Иссырский говорил, что это будет роковое решение для них. И командователь Сухопутных войск об этом говорил. Уже все, кто кто-то из военных что-то пишет, кто там в Телеграме что-то рассказывает, общается в Украине, все сказали, ребят, Харьков взять нереально. Это и что, мы отредили, откуда оно пошло. Легализовали эту тему якобы независимый сайт Медуза. Я не очень верю в независимые российские сайты, которые работают в России. Скорее всего, все-таки товарищи майоры, они вынуждены ходить или ходят с удовольствием, согласовываем от делу. Так вот этот сайт со ссылкой на два источника в Кремле о том, что не исключено, что Путин захватит Харьков и успокоится. Ну а дальше, ну журналисты, блогеры гонятся за заголовками закрикабельностью, немножко спекулируют. Я сам этим сталкиваюсь, когда ты такого не говорил, но у тебя вырывают радиозаголовка такую жесть. Харьков будет захвачен, бегите. А Россия это яйцо подогревает, чтобы провоцировать панику. Они делают какие-то видосы с кучей машин, что вот смотрите, из Харькова все валят. Кремльчанин говорит, да нет, кто не валит, наоборот. Было бы неплохо, если бы кто-то уехал, а то уже тесно становится в городе. Хотя я был месяц назад в Киеве и неделю назад в Харькове, ну буквально на день приезжал, что-то забирал, кого-то отвозил, кого-то забирал. В Харькове все-таки просторнее. Ну там всегда было просторнее, конечно, там шире улицы, грамотнее все выстроено. Город так спланирован. В Харькове людей меньше, чем в Киеве. Тем не менее, город большой, но его нереально, потому что, ну мы ждем, там в ЗСУ очень плотно ждут возможного появления врага. Есть укрепления, есть все. Брать такой крупный город нереально. Тем более, что в Харькове хватает людей, которые прошли Тебакону или прошли ДФЦГ. Сейчас не воюют, сейчас работают. Но если их городу непосредственно будет угрожать опасность, они придут, получат оружие и вдруг из ниоткуда появится действительно масса народа. А незаметно, да, незаметно невозможно, потому что собрать тот же ударный кулак сто тысяч, их нужно где-то взять. Нужно мобилизовать и научить. Потому что, ну не могут они забрать, допустим, сейчас с Климанского, с Купенского, там, с Тонецкого направления сто тысяч и перебросить туда. Мы здесь сразу полезем вперед и встретимся в Ростове. Заодно узнаем, как Виктора Федоровича дела, тут давно не видели. Вот. То есть их надо где-то взять, одеть, обуть по размеру, кормить все это время, поить хотя бы чистой водой, ну хотя бы водой, но чистой, иначе начнут все, простите, заражать друг друга. И чтобы они не поперепились, не поубивали друг друга. Их надо возить, их надо переместить на границу, создать ударную группировку. Без техники, без РЭБа, без ПВО, это наши дрончики ими просто позавтракают и забудут. То есть это все очень сложно, и все это время их надо продолжать кормить, заправлять, где-то селить. То есть такой движ мощный, логистический, его невозможно сделать скрытно. Даже 10 тысяч ты так скрытно не соберешь сейчас. А 100 тысяч нереально. Так что, конечно, они будут пытаться давить, угрожать, окружить, как-то прорваться здесь. Почему, в принципе, они здесь так ломятся на часик, потому что открывается Краматорск и Славянск, Константиновка и Дружковка, и можно угрожать, Харькову будет уже оттуда. Но здесь тоже, я не думаю, что им светит взять Краматорск или Славянск. Тоже хватает и людей, и местное население уже сделало давно выводы. Я думаю, что те, кто любил Россию, те, кто были и верили русским, их почти не осталось. Это видно. Есть, конечно, но... Так что, угроза Харькову, это все-таки российское ИПСО, специально раскачанное, чтобы провоцировать панику. Да, они хотят сделать Харьков непригодным для жизни, ракетами, обстрелами. Об этом, в принципе, и Ермак в интервью говорил, и военные об этом говорили, и все это видят, и военные гражданки, что они бомбят инфраструктуру Харькова, чтобы оставить его без света, без воды, без тепла, и сделать жизнь в нем невозможной. На самом деле, город без энергетики большой, действительно, это плохо. Дело не в том, я говорю, не в том, что ты поднимаешься к себе без лифта или не можешь вечером включить телевизор. Это водоснабжение, это водоотведение, без водоотведения, опять-таки, зараза всякая, воль, бактерии, эпидемии, риски заражений. Так что, вот так они пытаются Харьков действительно, и не только Харьков, по Одессе, та же история, да и в целом по Украине, мы видим, как они бьют по энергетике активно. Это борьба именно за то, чтобы сделать хотя бы в определенных городах, в определенных регионах жизни невозможны. С помощью, опять-таки, таких ударов и вот этих ИПСО с угрозой оккупации вынудить людей податься в бега и вызвать в Украине кризис из-за большого количества беженцев-переселенцев. Тоже одна из стратегий, которую они используют. Кирилл, сегодня появилась информация, что весь личный состав Тихоокеанского флота России отправляется в зону боевых действий, в Украину. И это перечисляется, что это 11-я армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с целью укомплектовки личного состава после значительных потерь. И об этом сообщило наше главное управление разведки. И я вот, когда прочла это, подумала, о каком количестве людей идет речь. Потому что у меня случилось такое впечатление при слове «весь личный состав». Я уже, честно говоря, прямо подумала, ну, может быть, там десятки тысяч, но выяснилось, что речь идет только о двух тысячах российских военнослужащих. И вот в этом смысле я так понимаю, что это же профессиональные военные, которые тренированные, которые их долго готовили. И то, что их сейчас перебрасывают, о чем это говорит? Потому что сейчас создается такое впечатление, что у них слишком много людей, действительно армия большая, если считать по статистике. Но то, что возникла необходимость перебрасывать вот таких вот долго обучаемых людей. Я немножко снижу градус паники, потому что, во-первых, не весь личный состав Тихоокеанского флота, а весь оставший. Вот. Я просто интересно... Это подразделение морской пехоты в количестве целой дивизии прекрасно закопано под угледаром и штурмах угледара вместе с техникой. Все. Это морпехи здания Востока, считавшиеся элитой. И это действительно в российской морской пехоте, насколько я слышал, это самое элитное подразделение. Во-вторых, обученные, подготовленные военные, речь даже не столько о личном составе бойцов, сколько об офицерах младших, и подготовленные военные с боевым опытом, как наши бойцы и офицеры, это очень-очень разные вещи. Это как человек, который научился драться на улице, или актер, который дерется только по правилам. А, это интересное, кстати, сравнение. Они знают войну по учениям, а встретятся здесь с нашими пацанами, которые знают войну по реальному. Для них будет неприятным сюрпризом, как было для их предшественников. Второй момент, почему стоим позитивно, не от хорошей жизни и не ради тренировки они будут через всю Россию вести 2000 бойцов, 2000 командиров с Дальнего Востока на Украинский фронт. Значит, где-то им уже не хватает, значит, где-то мы закопали людей, их нужно заменить. Поэтому, когда они посылают пополнение, говорю, говорите прямо, мы посылаем не пополнение, посылаем еще пополнение, потому что прошлое пополнение украинцы закопали. Так, не от хорошей жизни. Поэтому, сейчас я смотрю, что очень аккуратно по комментариям, по новостям, особенно на Западе, пытаются создать такое видение, что Украина воюет из последних сил, у нас некого мобилизовать, нет снарядов, у украинцев нет, ракет, Запад тормозит, США тормозят, все плохо, а в России просто неисчерпаемое количество людей, ресурсов, техники, они все штампуют. Да, именно так это и подается, Кирилл, это очень правильно вы сказали. У нас есть в учебных центрах люди, у нас есть ресурс для мобилизации, Сырский провел, или, я думаю, проводит еще мониторинг, аудит системы, потому что у нас армия, ну, 880 тысяч, или 900, или миллион, точно никто не знает, но воюет реально 200 тысяч. Остальные, конечно, запасы огромные. Да, но у нас есть, если навести просто с этим порядок, а с этим надо было порядок наводить давно, но взялся вот Сырский после назначения, первое, с чего начал, это аудит, то у нас появятся резервы и здесь, и уже поэтому звучат заявления и наших генералов, и военно-политического руководства о том, что призывать 500 тысяч, как говорил бывший ловком, вроде нет необходимости, хватит 300, а если, ну, я вижу, что такая тенденция есть, если будут не просто так это делать, а всегда советоваться с генштабом, кто нужен, в каком количестве, где и когда, то лишних людей из экономики вырывать не будут, тут брать тех, кто нужен, нужны постоянно, иногда дрончики, иногда арта, иногда штурмовики, разные люди, иногда водители, иногда специалисты по РЭБу, опять-таки, то есть, ну, разные ситуации, так что у нас ресурсы есть, а в России, как мы видим, не бесконечны тоже, они уже с Дальнего Востока снимают тех, кто остался, они уже оттуда брали, элиту, на легкую прогулку, возьмем угледар и вернемся, удобрили землю, так что ситуация не такая трагичная, как пытаются нам внушить, договаривайтесь, соглашайтесь на любые условия россиян, иначе вас все равно додушат, что-то они нас додушат, додушат, два года уже не додушат, Аркевщина освободили, Херцона освободили, я думаю, что в этом году будет действительно очень тяжело, нам уже не очень легко, в первую очередь, все-таки, ну, не хочется говорить плохо о союзниках, но в первую очередь, из-за того, что они нас подводили, со сроками и с количеством, из-за этого нам тяжело, хотя мы выкрутились, выстояли, и продолжаем для врага быть большущей проблемой, я надеюсь, что после ряда моментов политических, которые пройдут в этом году, и после выборов в США, независимо от того, пойдет Байден на второй срок, уже будет думать не о рейтинге, а о месте в истории, или придет Трамп, я думаю, что изменится ситуация однозначно для нас в лучшую сторону, и я рассчитываю вообще, что в 2025 году война закончится, так или иначе, на наших условиях, в это очень хочется верить, ну, тут и дед, и разные ребята, ну, я не очень люблю мирных политических, военных экспертов, которые сидят на диване, есть там действительно грамотные очень ребята, но их не так много, очень много людей, которые служили 20 лет назад, и теперь пытаются с умным видом рассказывать невероятные сенсации, вот, но, тем не менее, много интересных людей, которых я люблю, прогнозы о том, что в этом году будет сажата ситуация, соблазнительно верить, но я верю в 2025, после выборов в ряде европейских стран, после выборов в США, с большими ресурсами, после нашей мобилизации, а нам тоже нужно людей подготовить, а не просто собрать, экипировать, обучить, и сюда тоже их не кидать, обученных после учебки, в бой, а по двое, по трое добавлять в боевые подразделения, чтобы они рядом на одного нового, приходится один, а лучше два, три опыта, вникали, привыкали ко всему, разбирались, превращаясь постепенно в опытных бойцов, и вот этой силой мы будем дожимать противника, у которого ресурсы не бесконечны, как мы видим, и в 2025 году, я надеюсь, поставим какую-то точку. Многие хотят домой. Кирилл, закон о мобилизации принят, демобилизации пока нет, как раз, вот как отреагировали или как-то на фронте, на то, что проголосовали? Конечно, мы ждали, и военные, мы видим, что началось действительно у нас такой, ну не флешмоб, но у кого есть телефон, есть интернет, тикток, телеграм, начали бойцы записывать просто короткие видосы, или просто писать несколько слов, что дорогие депутаты, если вы не примете закон о мобилизации, не усилите нас, берите семьи, идите воевать к нам, или валите за границу, потому что делать вам тут нечего, потому что помощь нужна, на самом деле, не потому, что нам нужна толпа народу, словно говоря, 10 человек держат вот эту позицию, и нет смысла загонять на нее 20, мы не просим 20, но эти 10 человек должны отдыхать, потому что, что такое, ты на нуле под обстрелами сидишь, у нас есть такая, простите за прямоту, фраза, сказанная одним из моих командиров, задача номер один сейчас, как сходить по сратине за двух сотен, это реальная проблема, это не шутка, потому что, ты должен выйти на поверхность, становишься беззащитен, адронов очень много, и, поэтому, как бы, есть такие варианты, тот же батончик шоколадный с орешками, ты разделяешь на 10 частей, в принципе, его тебе хватает на сутки, ты не бегаешь в туалет, ты не тратишь время на еду, у тебя нет тяжести, все, это нормально, двое суток так прожить, это нормально, в условиях стресса, в условиях обстрелов, ты стреляешь, тебя стреляют, держишь оборону, уже от дроны, ты бдителен, ты не ленишься, лишний раз наклониться, лишний раз проползти, лишний раз отстреляться, лишний раз проверить, показалось тебе или нет, что-то подозрительное, двое суток ты держишься, но двое суток, это считается, ну, как бы, у нас опытным путем, мы пришли к тому, что двое суток, это критично, все, третий, четвертый сутки, а бывает так, что смена 4 на 4 получается, становится хуже, от недосыпа, от стресса, держишь осторожность, лишний раз не пригнулся, лишний раз не упал, лишний раз пробежал, вместо того, чтобы проползти, в какой-то момент ты махнул рукой, показалось тебе, что там есть что-то, или могло и показаться, ты устаешь, все, это плохо, риск тебя на 200 или 300 растет скачком, просто из-за того, что у тебя падает внимание, ты устаешь, поэтому просто 20 человек на этой позиции нужны не одномоментно, чтобы вы каждые два дня меняли друг друга, так будет лучше для всех, кроме русских, быть отдохнувшей, быть свежей, ты через два дня откатился с позиций, помылся, сходил в туалет, выспался нормально, пусть в блиндаже, но нормально, без броника, без всего, через два дня заступил опять, а в идеале, если на позиции будет не 20 человек, а 30, две группы меняют друг друга каждые два дня, третья отдыхает в тылу, или поехала домой на несколько дней, супер, это же отлично, и тогда не будет таких стрессов, не будет таких проколов от усталости или потери внимания, да, для этого нужны люди, для этого мобилизация нужна, и это не потому, ну, то же самое с демобилизацией, многие ждали решения, особенно те пацаны, которые воюют, многие мои побратимы, здесь в Гриме у нас пошли первых числа 22-го года, добровольцы, так в принципе подразделение так и получилось, полностью из добровольцев, сейчас добавились мобилизованные, прекрасные тоже пацаны, прекрасно воюют, да, хотелось бы услышать, что через год однозначно ты пойдешь домой, но будем реалистами, если у нас не будет успехов, если у нас не будет достаточно сил, чтобы отжимать русскую подальше отсюда, если у нас не будет тем нас заменить, куда ты пойдешь? Вернешься в родной Киев, через два дня по твоим следам приедут на БТРах, на танках русские, потому что оставшийся человек не удержал, поэтому демобилизация это прекрасно, это очень важно, но для нее должны быть условия, поэтому скорее всего демобилизация будет большая после перемоти, я рассчитываю на следующий год, но это не аналитика, это воззрительно. Кирилл, спасибо огромное, спасибо, что нашли время поговорить с нами, ночью вам за это благодарны, спасибо. очень рад вас видеть, подробности, детали и веселые истории, как всегда у меня в телеграм-канале, ночью кто-то нарисовал сердечко у меня на машине и написал Кир, я надеюсь, что запалит единственная девушка, которая здесь есть. Мы стараемся смеяться над всем, как-то не грустить, хотя хватает как плохого и хорошего, но если с мрачно, скорбным лицом воевать, то можно сойти с ума. Кирилл, спасибо огромное, повторюсь, как моя бабушка говорила, пусть Бог бережет вас и тех, кто рядом с вами, вот, я хочу напомнить нашим зрителям, что если вы хотите помочь, пожалуйста, все реквизиты внизу под этим интервьем. Спасибо вам огромное. Кирилл, еще раз спасибо большое, были очень рады видеть вас. С этим мы увидимся. Конечно, спасибо огромное. И, конечно, мы благодарны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь. Продолжение следует...